Здравствуйте! У нас будет сейчас беседа, направленная на нашу реабилитацию, на домашние тренировки и разговор с мамами. Всем здравствуйте, кто уже присоединился. Так, Кристина, Ольга, Екатерина, Юлия, Елена, Айна Викторовна, Екатерина Валерьевна, Эльвира. Так, время уже 10.02, поэтому мы тогда уже начинаем. Я думаю, все разобрались. Когда я буду к вам тогда периодически обращаться, сейчас не надо, но когда буду вас называть, вы периодически выходите на связь. Здесь на нижней панели есть значок микрофона, значок видео, чтобы мы вас смогли услышать, увидеть, когда будут звучать вопросы. Когда у вас будут возникать какие-то вопросы, вы тоже можете нажимать, включить микрофон и задать свой вопрос, чтобы вас можно было услышать. Так, я думаю, все разобрались, потому что почти со всеми мы уже встречались. Все уже знают, как использовать телеграмм для конференции. И тогда поехали. Зовут меня Соловьев Роман Сергеевич. Я педагог, член ассоциации детских реабилитологов, инструктор по ЛФК. У меня диплом о высшем педагогическом образовании, диплом о среднем медицинском. И в настоящий момент я заканчиваю мощный двугодичный курс. Курс от представителей Международной ассоциации БОБОТ-терапевтов. И этот курс мне позволяет не только наделять развивающейся средой и заниматься терапией с детьми, но также еще и обучать других специалистов взаимодействовать с родителями и, соответственно, передавать свои навыки, знания и умения. Значит, тот формат, который предполагает наше с вами взаимодействие, носит формат домашней программы реабилитации. Домашняя программа реабилитации на сегодняшний день находится в красной, в зеленой зоне, которую мы имеем право использовать. И зеленая база, зеленый формат, зеленый знак этого формата подразумевает, что имеется доказательная, мощная доказательная база. И данный формат подтвердил свою эффективность у огромного количества людей, которые были исследованы, и в рамках систематических обзоров эти исследования подтвердили свою эффективность. Так что, чем мы с вами будем работать? Это доказано, что работает, доказано, что дает результаты научно, и более того, доказано на личной практике, доказано на практике предыдущих потоков. Сегодня, как видите, у нас уже 17 поток. Доказано, что это приносит результаты. У нас в предыдущих потоках у 90% были результаты. Эти результаты говорят о том, что мы применяем ту методологию, которая позволяет наделить детей навыками самообслуживания, повысить их физические качества, улучшить их двигательные возможности, постуральный контроль, моторный контроль. То есть, используя принципы обучения, принципы формирования двигательного контроля, используя принципы и инструменты реабилитации, используя принцип от простого к сложному, от пассивного к активному, используя инструменты такие, как ингибиция, такие, как фасилитация, стимуляция, мы можем наделять наших подопечных теми качествами, которые у них могут отставать, или которых может и не быть. Но дело в том, что почему 90% у нас получает результат, а 10% нет? Почему вопрос стоит в том, что 10% может не получить результат? Во-первых, мы сталкиваемся все с вами, всегда сталкиваемся с некоторыми сомнениями, во-первых, в том, что помогает ли мы все являемся с вами, да, мы все родители. И у наших детей, ну, я тоже отец ребенка с церебральным параличом, и у наших детей есть определенное неврологическое состояние. В рамках этого состояния в процессе антогенеза, в процессе естественного развития, в процессе перехода через этапы были определенные пробелы, были пропуски определенных этапов. У кого-то ребенок не переворачивался, у кого-то не держал и не держит голову, у кого-то не ползал или не ползает, у кого-то не присаживается и не сидит самостоятельно. И что в первую очередь мешает? Ввиду того, что есть неврологическое состояние, происходит депривация от двигательных действий. Создается условие, из-за которых возникает гиподинамия, сниженная двигательная активность. Из-за этой сниженной двигательной активности ограничивается контакт с окружающей средой. Мало движений, мало контакта с окружающей средой. Мало движений, мало взаимодействия с предметами. Ограничены, например, мануальные навыки, ручные способности. Мало способности узнать, мало возможности узнать о том или ином предмете, что он из себя представляет, какие у него функции, как его использовать, на какие детали может разбираться этот предмет, из чего он состоит, из чего состоит та или иная конфигурация. Также законы физики, которые мы можем не узнавать из-за того, что не взаимодействует с предметами. Также через взаимодействие с предметами, с окружающей средой появляется формирование представления о самом себе. Что я могу делать, что я не могу. Что у меня получается хорошо, что хуже. То есть через взаимодействие с другими людьми, с предметами, со всем, что тебя окружает, ты буквально учишься и познаешь себя. Увеличиваешь свой потенциал, расширяешь свой кругозор и таким образом мы развиваемся. То есть то, насколько мы сейчас с вами взрослые чувствуем себя, это говорит о том, как мы вели прошлую жизнь, как мы двигались, что мы делали, буквально в смысле, что мы ели, с кем контактировали. То есть то, какие ситуации нас окружали, то, с чем мы сталкивались в прошлой жизни, сегодня наделяет нас определенным опытом, определенным уровнем. Но, к сожалению, дети с неврологическим состоянием имеют некую такую депривацию. То есть недостаток в движениях, недостаток контакта с окружающей средой и это есть глобальная проблема. Ребенок не может совершать целенаправленные действия, произвольные движения, не может удерживать позу и это глобальная трудность. Из-за этого у него ограничены движения, которые его развивают. Соответственно, это прям является глобальным проблемой, глобальной проблемой и очень сильным ограничением в развитии. Если мы с вами знаем глобальную проблему, вот очень широк выбор, широк спектр на рынке реабилитации. Я читаю ваши брифы, читаю ваши заполненные анкеты и это прям вот огромный, да, можно составить список, в который входят различные АБМ, БДА, хирургические вмешательства, именно такого характера. Хирургические, ортопедические, хирургические, нейроортопедические, потом медикаментозное лечение. И здесь вот реально пальцев не хватит на руках, чтобы перечислять все вот эти методики, которым мы можем прибегнуть. Но, но, если мы будем себе задавать вопрос о том, что является глобальной проблемой, что является основным барьером в развитии детей, то мы будем более эффективно подбирать средства и ставить цели. Потому что, если ты знаешь, что у ребенка есть, например, ограничения из-за спастики, и смотрите, как немножко сейчас, у нас на протяжении вот этих 30 дней будет еще формироваться, будем способствовать формированию вашему некому такому менталитету, вашему сознанию. Значит, мыслить нужно, да, своеобразно. Потому что как? Ребенок не опускается на пятки. Вот спрашиваешь маму, какая у вас основная задача? Ну вот он у меня не опускается на пятки, основная задача стоит опустить на пятки. И вот они уже там многократно делали операции, направленные на подсечки, надсечки, на подрезание мышечных волокон. И через некоторое время действительно ребенок стоит на пятки, раньше он стоял на носках, а теперь он встает на пятки, но в положении тройного сгибания, синдром тройничного сгибания создает избыточные энергозатраты, ввиду которых ребенок через некоторое время просто избегает уже вот этого положения стоя и перестает стоять. Все, ребенок теряет вертикализацию. То есть, с одной стороны, родители добились цели, ребенок опустился на пятки. Но к чему это привело? И вот таким образом невыставленные цели много можно приводить примеров, сейчас не буду останавливаться. Некорректно выставленные цели могут приводить к плачевным результатам. Так вот, то, чем мы с вами занимаемся, дает в 90% случаев дает результат. Это доказано. Доказано, что работает, доказано, что эффективно. Если вы готовы работать, готовы слушать те рекомендации, которые я буду вам давать, которые будет давать вам Анна Викторовна, Екатерина Валерьевна, соответственно, у вас будут результаты, будут достижения. В 10% случаев это не работает, либо работает не так хорошо, как хотелось бы, как могло бы. Почему? Потому что относимся спустя рукава, потому что приоритеты немножко другие. Потому что то сопли, то еще что-то, то начинает, что-то нас начинает отвлекать, и мы начинаем заниматься то через день, потом через два, потом через раз, и в итоге получается, что отодвигаются занятия в дальний ящик. Если ты поставил себе задачу заниматься, если ты готов работать на результат, все, у тебя должно в приоритетах быть только занятия. Смотрите, дорогие родители, очень важный момент. Почему большей части из нас не получается достичь успеха, например, в том, чтобы содержать себя в такой стройной форме? Почему мы расплываемся? Почему у нас появляется жир на боках? Мы все знаем, что стройным быть классным. Во-первых, нами всеми движет, что однозначно нам хочется быть, это наша природа, нам хочется быть привлекательным для противоположного, для противоположного пола. Но гомеостаз в биологии, в физиологии есть такой термин, как гомеостаз, постоянство внутренней среды. К этому постоянству стремится наш головной мозг, нервная система. Мы все понимаем, что гораздо лучше для самого себя, во-первых, для здоровья, для своего, для своей самочувствия, для своей продуктивности, опять же, для того, чтобы нравиться другим людям выглядеть хорошо, быть в подтянутом теле, хочется кому-то уметь садиться на шпагат, кому-то подтянутый живот, кубики на животе. Но почему этого у нас нет? Почему? Потому что мы начинаем свыкаться с определенной нормой, с привычной нормой для себя. То есть, мы для себя когда-то решаем, да и так сойдет, ну ладно, никак бы я от этого там сильно там не пострадал, не подшатнулось сильно моё здоровье. Хотя это уже тоже давно доказано, что определенная структура тела, соотношение мышечной массы и жировой влияет на здоровье, влияет на содержание плохого холестерина в крови. То есть, соответственно, это влияет на показатели, разные показатели разных систем организма. И получается так, что мы, зная, что это нужно там, например, каждый день заниматься своим физическим здоровьем, каждый день делать зарядку. Но вот кто из вас делает эту зарядку? Кто из вас делает какие-то пробежки? Кто из вас сам использует гимнастические коврики и делает какую-то гимнастику? Кто? Это единицы. Вот здесь единицы. То есть, мы все понимаем, в теории знаем, что это надо делать, но приоритеты у нас иные. У нас не хватает времени, чтобы заняться собой. У нас не хватает времени, чтобы привести себя в порядок. Знаем, что надо, но приоритеты у нас и деятельность направлена в другую сторону. Но почему-то у всех у нас хватает сидеть в инстаграм, почему-то у нас хватает время заниматься пустой болтовней, пускать там где-то желчь в комментариях, но здесь дело приоритетов. Действительно, вот если ты поставил себе задачу, все, вы сейчас поставьте себе все задачи, что 30 дней призовите себя в армию. Жесткая, спартанская дисциплина. Все, каждый день вы выполняете движения, упражнения, уроки и отправляете сейчас на проверку. Кто-то будет мне отправлять, кто-то они, но здесь не имеет никакого значения, кому вы отправляете, да, главное от вас это отчет. В первую очередь, этот отчет важен для вас самих. Вы будете это делать, чтобы вы смотрели на себя со стороны. Это, во-первых, вас будет дисциплинировать, я еще раз говорю, что спартанская дисциплина превыше всего. Если не будет дисциплины, дисциплины будете работать тяпля, спустя рукава. И таким образом результаты будут тоже такие же, спустя рукава. Все, нам нужно будет работать. Настраивайтесь на 30-ти дневную работу, первые 10 дней самые трудные. Самые трудные, потому что здесь ты начинаешь этот поезд, который не хочет двигаться, ты начинаешь его со скрипом сдвигать потихоньку с места, еле-еле, со скрипом колес, он начинает потихонечку сталкиваться с места, но когда ты его разогнал, это первые 10 дней, потом он уже идет сам собой по инерции. Потом его уже не остановить. Вот у нас, кто участвовал в предыдущих потоках, в прошлых, в позапрошлых, вот Ольга Андреева, Оксана Шульгина, Кристина, они прекрасно знают то, о чем я говорю. Вот этот бронепоезд, он сдвигается с места, и уже его остановить, это нужно уже усилие теперь проявить, чтобы его остановить. Так что, родители, призываем друг друга в армию со спартанскими условиями, со спартанской дисциплиной и работаем. Я сейчас хочу, чтобы выступила Анна Викторовна и немножко пару слов добавила от себя. Всем привет! Меня зовут Анна Викторовна Розовская и я ...